Всем добрый день! Меня зовут Юлия Ютина, я бьюти-редактор портала Я Покупаю. Сегодня я рада вам представить нашего замечательного спикера. Это Мария Донцова, наш постоянный колумнист, визажист, обладатель самого очарующего голоса в интернете. И сегодня мы с Машей поговорим на очень классную тему. Маша побывала на неделях моды и, собственно говоря, принесла нам просто огромное количество ценной информации, буквально-таки с полей о том, что сейчас там происходит, какие тренды нас ждут в макияже. Поэтому, Маша, вам слово, мы в нетерпении. Единственное, что у нас пока что не очень видна презентация. Сейчас мы этот вопрос порешаем. Так, ну вот у меня вот, например, сейчас она видна. Так, у меня все пропало. Вы меня слышите? Да, все хорошо. Да, все отлично, хорошо. Ну, я презентацию вижу, например. Да, у меня теперь тоже все окей, все появилось. Ну, отлично, дорогие друзья, всем добрый день. Меня зовут Мария Данцова, я визажист, 8 лет я занимаюсь макияжем, и у меня был разный опыт. Вот последние года у меня были, как бы я работала со звездами, с селебрити, с блогерами на неделе моды. В этом году я впервые была на неделе моды в Милане, до этого я все время была только в Париже. Поэтому в этом году мне повезло, скажем так, и я была и в Милане, и в Париже. Мне удалось побывать не только за кулиси, но и в самом процессе всех этих мероприятий. Я была на презентации бренда ByFar, там были новинки, которые еще не представлены в продаже. Была на специальном вечере от Булгари, общалась с многими известными личностями, которых мы наблюдаем очень давно через экран. И вот все это буквально на ладони перед вами, и с ними со всеми можно пообщаться. Они все очень классные, интересные, и все, конечно же, безумно стильные. Стиль, безусловно, это основное, что там все движет, и есть, да, определенные тренды, которые очень сильно читаются, о которых мы сегодня с вами поговорим. Я вот как раз сейчас появился слайд, летала вообще в принципе в Милан, чтобы поработать специально с нашей, мне кажется, самой, одной из самых известных в мире моды, да, русских селебрити. Лена просто замечательная девушка, личность, очень масштабная, очень крутая. И я хочу сказать, что в мире моды вот там, особенно за границей, очень хорошо ощущается, на каком счету наша русская, скажем так, медийная личность, особенно именно Лена. Вот, Лена на самом деле, она все время про такую свою, скажем так, классику, и она в принципе особо не экспериментирует с макияжем, она все время любит определенный тип макияжа, но вы сразу немного добавили цвета, немного поэкспериментировали, но в основной массе то, на что мы делали акцент, это такой лифтинг, освежающий макияж. Можно же заметить, что вот мы в прическах, да, все максимально зализывали и убили наверх, потому что это очень молодит, это очень дает классный лифтинг эффект, и это, ну, смотрится очень секси, а ее стиль в любом случае, в том числе про такую женственность и сексуальность. Вот, в принципе, здесь конкретно на фото у нас такие, ну, достаточно некие макияжи, выделены глаза, что в этих макияжах достаточно интересно, это то, что у Лены свое веко просто по строению нависшее. То есть есть, когда люди рождаются с новейшим веком, это просто такое строение, а есть, когда оно, ну, как бы приобретенное, да, уже ближе к козу. Вот у нее это строение века, как и также у нашей русской селебрити Наташи Водяновой, да, у нее тоже просто такое строение века. И чтобы в макияже это немножечко избежать, потому что нависшая века для макияжа, это все-таки некий такой нюанс, который все время нам немного мешает показать макияж глаз, очень классный есть лайфхак, мы не просто большой кисточкой подчеркивали, да, как бы рисовали, условно говоря, делали более выразительную вот эту складку, которая нависшая, но мы еще прям маленькой кисточкой, меня это прям Лена научила, хотя я работаю 8 лет визажистом и прекрасно знаю, как работать с новейшим веком, но так как Лена с этим живет, и у нее, в принципе, был опыт, да, с визажистами во всему миру лучшими, и она мне показала, она берет прям маленькой кисточкой, вот буквально как вазлой палочкой, и прям рисует эту складку самой темной, да, тенью, то есть приближенно к черной, ну, лучше темно-коричневой, и прям вот сверху, где ее нет, она прям просто ее рисует, где-то до середины глаза, и это создает просто невероятный момент, невероятный эффект, который действительно вот, ну, рисует новое века, и нет ощущения того, что у этого человека есть нависшая века. Вот, ну, можно заметить, да, что у нас всегда такие эффекты зацелованных губ в ее макияже, то есть у нее практически никогда нет четкого контура, кстати, четкий контур, он всегда уменьшает губы, но с другой стороны, например, если мы говорим про лифтинг-макияж, действительно уже как-то серьезные возрастные изменения, четкий контур губ это хорошо, потому что от четких линий на лице становится все меньше, и вот тем самым вот этим четким контуром губ мы можем, наоборот, как бы немножко освежить, омолодить. Но так как у лифтинг-макияж каких-то вообще в принципе не просвеживается, и, понятное дело, мы делаем просто реакцированный губ, и это очень красиво. Но если мы говорим про лифтинг-макияж такого действительно взрослой женщины, то четкий контур губ не помешает. Единственное, кому это противопоказано, у тех, у кого маленькие губы, потому что это сделает их еще меньше визуально. А эффект зацелованных губ делает губы больше, более пухлыми и более классными. Маша, а можно сразу вопрос? Вот вы, рассказывая о макияже Лены, упомянули, что сделали его в этот раз, ну там добавили цвета. Скажите, пожалуйста, это было желание модели, или это вы уже предложили ей такой вариант в согласии с новыми трендами? Это, к сожалению, на фото этого макияжа здесь нет. Это было шоу Монклер, может быть, вы, кстати, видели, в Милане было тысяча человек в белых таких костюмах напротив дома. Это легендарное шоу, которое вообще расширилось по всему интернету. И когда, кстати, вот сейчас в двух секундах скажу, когда это шоу готовили, они доставляли, что приглашены все, приглашен весь город. Потому что это напротив дома, напротив, да, как бы главных их достопримечательностей, это было невероятно красиво. И на Монклер Лена посолила в розовом сфитере, розовой юбке и розовых туфлях. И я предложила, говорю, давай сделаем макияж цветом. То есть такой, как мы делаем себе обычно, только не в коричневых нюдовых оттенках, а в розовых, сиреневых, фиолетовых. Чтобы это было прикольно, перекликаю, ну, как-то перекликалось, да, чтобы это соус. Она согласилась, я еще жду фото с Монклер, может быть, позже я выставлю эти фото. Получилось очень круто, на самом деле, то есть делать все то же самое, только в цвете. И классно, когда это было подобрость. И прическа у нее была, у нее были такие очень растрепанные, небрежные бичфейс. И вот здесь мы просто, вот как это было раньше актуально, вот так вот зацололи чёрный. Это так круто смотрелось, то есть на ней был такой розовый Versailles свитер, шелковая розовая юбка и шелковые розовые туфли с при этом вот такой небрежной прической и с такими, ну, не то чтобы розовыми глазами, но с такими сиренево-фиолетовыми, да, оттенками на глазах. Это было очень классно. И это, кстати, один из очень прослеживаемых трендов сейчас. Вообще мир моды, это про какие оттенки в принципе, да, но если взять большинство люксовых брендов, это чёрный, белый, бежевый, то есть такие нейтральные, монотонные цвета. И вот только недавно, только, ну, я не знаю, полгода-год, как начался такой тренд, когда начались оттенки, начались цвета, начались какие-то яркие выражения, да, то есть известная личность Леони Хан, если правильно. То есть видела дважды в Париже, и она как раз-таки одна из немногих, кто своим, ну, не знаю, своим самовыражением внесла большую такую, ну, я не знаю, как, внесла большую роль в мир моды тем, что сейчас актуальны цветные макияжи, сейчас актуальны цветные образы из одежды, то есть всё больше появляется цветов в мире таком монотонном, да, монохромном, в мире моды. Вот, поэтому цвета однозначно у очень многих селебрити были голубые тени на глазах, они по-разному преподносятся в стрелках какой-то графики, ещё как-то. Но вот даже буквально сегодня я листала, смотрела показ Луи Виттон в Париже, кто как был, в чём, какие макияжи, вот у девушки были жёлтые, зелёные и розовые тени, так как-то интересно сделаны, как стрелкой, я думаю, класс, то есть Луи Виттон, который вообще не ассоциируется с цветами радуги, да, и всё равно прослеживается вот этот тренд на какие-то яркие, сочные оттенки. Вот и Наташа Осман перед нами. Другое, уже совсем другое настроение от её образа. Да, это, кстати, была красная дорожка в Милане, это был последний день недели моды в Милане. Мы, к сожалению, вот с Наташей в этот раз поработали только один раз, потому что я была занята всё время с Луи Виттон и до этого в Париже много раз работали. Но, в принципе, с Наташей лично я не экспериментировала, то есть мы делали просто классный мейк, отличный тон, она очень любит, когда я ей делаю классное скульптурирование, потому что она сразу выглядит... Ну, вообще, в принципе, любые медийные мероприятия — это много света, много вспышек, много фотокамер, и ты должен быть более идеален, чем обычно. То есть даже если ты в жизни любишь носить какой-то полупрозрачный тон, лёгкий макияж сияющий, то на вспышках фотокамер и при определённом свете у тебя могут где-то быть тинки под глазами, где-то кожа, плакамер. Ну, то есть это очень опасный такой трюк, который звёзды не любят исполнять вот в, скажем так, в таких мероприятиях, как «Неделя моды». Поэтому здесь лучше сделать более идеальный тон в стиле Ким Кардашиен, более скульптурирование такое, да, выразительное. У Наташи, кстати, вот ещё, если обратить внимание, у неё на самом деле очень такие узенькие брови, и ей это зачёсывает мылом. Почему-то мало лизажистов ей так делает. Когда мы ей зачёсываем брови мылом, они становятся шире, и они становятся... Ну, это тоже лифтинг-эффект. Тренд лифтинг всё ещё никто не отменял. Вот, и всё его ещё любят, поэтому ей очень брови многое дают, на самом деле. Хотя они не елки. Вот если посмотрите, они намного светлее, чем волосы. Но всё равно брови задают определённый характер, поэтому здесь, по большому счёту, у нас что? У нас прям супер какая-то минимальная стрелка, красивые брови, красивый тон скульптурирования и просто классические красные губы. Но здесь ничего больше нельзя было, потому что у неё было длинное платье в пол, золотого цвета, золотые браслеты огромные на руках и ещё золотые серёжки. Ну, то есть, если бы мы здесь ещё делали какой-то бы суперяркий макияж, да, это было бы всё равно ту матч, а ту матч всё-таки всё ещё не в тренде. Ну, а тут и в тренд попали красной помадой, и действительно брови очень здорово здесь выглядят, несмотря на то, что они такие вроде бы акварельные, но они здесь действительно просто держат лицо, мне кажется. Да, да, это правда, брови на самом деле, ну, всё так же, я не знаю, уже который второй, третий год точно, акварельные своей вот этой с болиной, да, историей, тем, что они расчёсаны, зачёсаны наверх, и тем, что они всё-таки широкие. Но хочу сказать, что в ближайшем будущем мы снова будем возвращаться к бровям, это 100%, это уже читается через некоторых тренд-секторов, скажем так, да, вот недавно я видела Настя Ивлеевой, она, кстати, работает с очень достаточно такой прогрессивной командой, и ей прям сделали вот, то есть, ей нижнюю часть брови закрашивали филлером сильно, и оставляют только верхнюю, потому что вот эти брови Мадлины Монро, да, которые вот так высоко, тонкие, вот такие, как бы, изобранные, вот они сейчас снова будут в тренде. Но это на самом деле было понятно, наверное, вот кто работает в мире моды ещё полгода назад, может быть, даже год, но это раскачивается не так быстро, как нам кажется. Вот, но я думаю, вот сейчас, вот прям неделя моды, которая будет в феврале, уже, возможно, кто-то будет приходить с тонкими, высокими такими бровями. Ну да, это тоже своего рода лифтинг-эффект, когда мы увеличиваем вот это вот пространство века. Да, это Карина Гай. Карина, на самом деле, если я работала впервые, это был наш первый раз, и Карина привыкла к определённому макияжу, которому она не изменялась вообще, в принципе, никогда. То есть сказать, что здесь есть какие-то тренды, будет тяжело, потому что она любит смоки, и такой, ну скажем так, не славянский разрез глаз, она очень любит подчёркивать нижнее веко достаточно широко. В принципе, это тоже трендовая история уже на протяжении нескольких лет, это такой а-ля макияж в стиле Джей Ло, да, потому что у неё всегда очень широкое нижнее веко. Ну, у Карина это по-своему в любом случае делается. Возможно, у нас бы и было желание поэкспериментировать с её привычным макияжем, но не в том случае, когда очень ограничено время и, ну, большая важность мероприятия, потому что на шоу очень важно успевать приходить не то, чтобы вовремя, а приходить очень заранее, потому что все снимают контент, и основная суть любого шоу — это то, чтобы осталось очень много фотографий. Поэтому очень важно попасть на стрит-стайл заранее, чтобы все успели поснимать, чтобы ты себе что-то успел поснимать. И, ну, как бы само шоу длится здесь 15 минут, вот, но лучше приходить как минимум за 30-40 минут, чтобы всё успеть, чтобы всё сделать, и здесь с Кариной мы сделали классику. Вот единственное, на что здесь можно обратить внимание в плане трендов — это прическа. Это прическа в стиле Белла Хадид, она делает прическу, то есть как бы вроде бы всё обычное, классически зализано, да, то есть ничего нового, но в то же время вот этот хвостик, который здесь торчит, очень прикольно смотрится, даёт эффект таких супер-влажных волос, и добавляет какой-то изюминки в этот образ. В принципе, то, что сейчас транслирует Карина своим стилем, это и есть такой немножко, я даже не знаю, как это сказать, год, да, такой вот какой-то готический, что ли, стиль, когда она вся в чёрном, у неё такие тяжёлые массивные кольца, кресты, кожа. Это, в принципе, да, тоже очень, мне кажется, сильно надвигающийся тренд, вот как были, да, его готическим гламуром уже обозвали. Да, 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 то есть как раньше, были годы, вот только что-то, наверное, более современное и более женственное всё-таки, да, то есть вот эти плащи в пол кожаные, чёрные, кольца в огромном количестве, металла такого, да, на руках, футболки какие-то такие, а-ля, ACDC, да, то есть вот это всё, и вот такие прически, вот пример, как у Карины, это всё про такой стиль. То есть представьте, мы сделаем такую прическу, допустим, Лени Перминовой. Понятно, это не её стиль, да, то есть абсолютно другая картинка, абсолютно другая история, женственная, сексуальная и, наоборот, такой готический стиль. Вот, но Карине это идёт, она это несёт, ей это нравится, поэтому на ней это смотрится очень органично и красиво. А макияж, честно, я бы ей сделала другой, откровенно говоря, но, повторюсь, у нас не было возможности экспериментировать, вот, поэтому так есть. Ну, это её макияж, который ей идёт, к которому привыкли люди, и который придаёт немножко такой дерзости и злости лицу. А вообще, знаете, мне кажется, это такая очень классная история с её макияжем, потому что, да, вроде бы вот тренды трендами, но есть у человека, вот у женщины, да, какое-то своё видение, то, что ей нравится, и это здорово, то есть она следует путём, и при этом выглядит классно, она очень гармонична в этом образе, и, да, тут пусть этот макияж, он не в соответствии с актуальными тенденциями, но вот дополнили образ супермодной прической, и всё же заиграла другими красками, и она выглядит круто. Быть модным и не изменять при этом себе, потому что в любом случае у каждого есть свой какой-то уникальный стиль, других людей, в принципе, нет, на неделе моды, да, и есть тиль, когда ты посмотришь, скажешь, ну да, это Карина Нигай, или там, ну да, это Наташа Основна, и так далее, то есть очень важно тоже не быть прямо в погоде за этим, и всё равно помнить о том, что есть какие-то вещи, которые идут конкретно тебе, и это очень важно, это как раз про Карину, про Лену, то есть они чётко знают, что им идёт, и это тоже хорошо. Да, то есть нашим подписчицам тоже можно посоветовать не следовать слепо трендам, а всё-таки сохранять свой стиль. Да, конечно. Так, здесь у нас Кристина Романова, это, кстати, близкая подруга тоже Лены, макияж, который я делала на веч в Улгаре. Кристина вот как раз-таки очень про классику, я даже недавно видела её пост, и она пишет, что она очень классическая для этого мира, то есть что она не следует особо трендам, но что хочу отметить, если, например, ну, не могу сказать, что она, например, делает один и тот же макияж, вот не могу, вот, кстати, про Ловитон, про разноцветные стрелки, это я говорила про неё, то есть она на самом деле экспериментирует с макияжем, и на Монклер она делала себе, я её, к сожалению, не успела накрасить, её красил другой визажей, она делала себе чёткие, тёмные губы, это есть в нашей презентации, то есть такие чёткие, тёмные, бинные, практически чёрные губы такие, очень красиво, с очень красивым таким амбре, прям классно сделанным, и для её лица ей очень подходит, особенно вот видно на втором фото, когда у неё распущены волосы, и у неё вот так вот, да, лицо обрамляется волосами, это очень красиво смотрится, с чётким контуром губ, вот таких тёмных, трендовых, это тоже определённый тренд, и она просто, мне кажется, про неё это больше, такие, очень аккуратные, то есть вот у неё-то настолько классно сделано в меру, мне очень нравится, то есть, ну, в принципе, все её образы достаточно трендовые, но более, мне кажется, читаемые в трендах у неё укладки, вот если посмотреть её инстаграм, вы посмотрите, она ходила на Ивсаларан в Париже, у неё очень такие волосы, вот прям буквально какие-то небрежные, они расчёсанные, мокрые, очень круто сделаны, очень круто выполнены, и она классно это несёт, с каким-то просто секси-платьем, то есть вот здесь, что важно для всех селебрити на неделе моды, они не могут выйти, грубо говоря, ну, нет, они могут, но в этом нет никакого смысла, они не выходят просто красиво, как выходят наши женщины в ресторан, здесь важно быть модными, модными, модными это не всегда значит, да, то есть супер женственными, супер сексуальными, супер красивыми, модными зачастую, это краски не совсем про это, то есть вот Кристина, оделанная в Саларан, в стиле Саларан, очень красивое сексуальное платье, но при этом у неё была, вот даже если бы у неё была бы вот такая зализанная прическа, как на фото здесь у нас, всё, она бы была, ну, такой вот, девушка, которая вышла в ресторан, но это моды, здесь всё немного по-другому работает, и вот этой своей прической, которую, вот она выглядит, знаете, как будто бы вот ты вышел из душа, вот примерно, да, то есть не настолько мокрая, но очень необычно смотрится, и всё, её образ, вот этот сломал стереотип, вот, вот, тут вообще бумаги стереотипы, вот, поэтому очень классно. Здесь мы делали в Кугаре достаточно классический макияж. Да, действительно, очень здорово, и очень круто смотрится на вот такой, в таком типаже внешности. Но теперь давайте перейдём уже непосредственно к трендам, это всё-таки очень интересно узнать, чем, вернее, как нам красится в ближайшее время, какие приёмы сейчас в моде, потому что, ну, насколько я уже подглядела, много чего необычного нам принесли эти тренды. Да, вот как раз тёмная помада, помада, про которую мы говорили несколько минут назад, вот, дальше я бы сказала, на фото сливы, это более такой прослеживаемый, да, то есть вот такой, эта помада уже когда-то была в моде, уже был когда-то период, когда все носили винную помаду, и вот сейчас он возвращается. Единственное, я бы делала не вот так, как на фото, полностью однотонная винная помада, а я бы делала какой-нибудь а-ля вот такой чёрный контур губ, только здесь надо делать это очень осторожно, и уже потом винная помада, но это надо вот максимально не переборщить, то есть может быть пускай в центре даже будет такой более полупрозрачный тенок, не как у девушки, да, однотонно залито, вот, и тогда это будет очень классно. Да, ну и вот заметная тёмная подводка, кто бы думал, что она вернётся с 90-х, или с нулевых. Да, 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 хочу чуть-чуть поближе рассмотреть. Да, на самом деле тёмная подводка тоже очень актуальна, и в принципе, ну, в принципе, это похоже и стойно, поэтому девочки, надо экспериментировать. Особенно, особенно, мне кажется, несложно никому не экспериментировать губами, то есть если с глазами все ещё, да, побоятся и подумают, получится, не получится, то с губами надо экспериментировать, с губами, ну, мне кажется, может справиться практически любая, у всех точно лежит помадка какая-нибудь косметическая, поэтому здесь не стоит этого бояться. Главное запомнить важное правило. Если мы делаем тёмные губы, яркие губы, любые, то важно делать классный тон. То есть если это не эффект зацелованных губ или что-то такое, уже какие-то такие яркие эксперименты, то должен быть идеальный тон. Вот даже посмотрите внимательно и на одну, и на другую девушку, да, если приблизить. Идеальный тон, идеальное скульптурирование, то есть вот это то, о чём я говорила, да, с Наташей Осман. В принципе, на второй девушке то же самое. Идеальный тон, идеальное скульптурирование. Угу, да, можем идти дальше. Зацелованные губы, да, о которых я говорила уже, ну, не знаю, мне кажется, уже лет 5-6-7, они точно в тренде, и они не выйдут из тренда, потому что они действительно очень классные. Ну, во-первых, эффект зацелованных губ, я уже говорила, делает губы визуально более кухонные. И есть ещё один, кстати, классный лайфхак, его Эльза Хо, Хо, Хос, если они уже, показывают постоянно в своём инстаграме, она проходит с тёмным контуром, скульптором, кремовым, по контуру губ, я тоже не раз показывала этот приём, просто по контуру губ затемняет, ну, можно в коричневой тени, очень осторожно, и это невероятно увеличивает губы. И потом она просто берёт вот так наносит помадку, ну, то есть пальчиком, да, то есть это и есть эффект зацелованных губ, и эти губы смотрятся просто невероятно. Это, мне писать словами, очень красиво и очень классно. Ну, и вот, например, здесь пример макияжа такого очень девственного, очень нежного, очень такого весеннего, что ли, даже можно сказать, то есть это очень классно, применимо и к нежным мейкам, и даже к каким-то ярким, более выразительным глазам, чтобы немножко облегчить. Глянцевые губы 100% абсолютный тренд, прозрачный блеск на губы, я это тоже начала замечать уже, наверное, последние полгода, просто снова стал в трене. Мне кажется, сейчас без блеска для губ уже не так, уже некрасиво. Но это тоже, опять-таки, пробухлые губы, то есть вот, понимаем, буквально губы кажутся более пухлыми. Да, это безумно неудобно, носки, но если, допустим, такая прическа, как на девушке, зализанная, тогда, в принципе, это нормально. А если, конечно, волосы распущены, то это не сильно удобно, но зато это безумно красиво. это точно. Да, глянцевые губы достаточно тренд. Ой, вы перелеснули, там у нас была еще красная помада. Красная помада еще, да, у нас там. Красная помада это классика, которая никогда, мне кажется, не выйдет из моды, это вот уже то, что точно застряло на долгие годы, если зацелованные губы не дали, там вот красная помада с нами, мне кажется, уже 100 лет, и любая красная дорожка, не хочешь экспериментировать, но точно хочешь выглядеть круто, нанеси красную помаду. Очень важно подобрать правильный оттенок красной помады и сделать идеальный тон, то, что я говорила, любые яркие губы, эксперименты, обязательно нужно сделать классный тон. Блески на веках сейчас расскажу. Там, здесь у нас стрелки и цветные ресницы. Блестки на веках, это вообще, на самом деле, очень интересная история. Сейчас не только блестки на веках, сейчас какие-то такие жемчужинки приклеивают, очень классно смотрятся, из них делают что угодно, и стрелки, и какие-то графичные истории на глазах, это уже не раз было на неделях моды. Обычный страз, который клеит на ногти, тоже сейчас очень активно используются в макияжах. Та же Леоне делала какие-то макияжи, я видела ей визажин, цветные, с какими-то, ну, очень осторожными, этого не должно быть много, но она приклеивала где-то какие-то стразы. И просто крупные, крупно-дисперстные такие блестки, да, глиттер, это еще называется, на глазах, это очень классно. Есть, например, в бренде Inglot очень классные глиттеры, которые такого серебряного цвета, я их тоже не раз показывала, их буквально вот так вот пальцем наносишь на все века, и больше ничего не надо. Я, в принципе, рекомендую, если вы готовы к тренду с блестками, не экспериментируйте, просто навесите этих блесток, эти блестки будет достаточно, пальцем. Есть очень классные бренди La May La May носки такие крупно-дисперстные, они как смешаны с каким-то, я даже не знаю, как гелем, и ты их вот так буквально наносишь, и они как фольга смотрятся, очень тоже классно. Но здесь достаточно нести одних этих блесток, очень много, и больше ничего, в принципе, можно не делать. Ну, если цветные ресницы, я бы вообще хотела поговорить на тему ресниц, с ними есть много трендов, на самом деле, есть люди, которые в принципе не красят ресницы, и это очень актуально, если вы делаете тренд с красной помадой. Я не раз экспериментировала, я очень люблю, когда идеальный тон, идеальное скульптурирование, красивые брови, как мы обсуждали, зачёсанные мылом, с таким лифтинг-эффектом, и просто красная помада, то есть ресницы тушью не прокрашены, это невероятно просто смотрится, абсолютно. Так, сейчас одну секунду, я буквально на секунду отвлекусь. Ну, пока у нас Маша отвлеклась, я тут тоже сделаю небольшую паузу рекламную, Маша у нас участвует в нашей премии шопинг-года в качестве одного из визажистов, и предлагаю вам обязательно за неё проголосовать, тут, да, по ссылочке к посту можно будет это всё сделать. Всё, теперь возвращаемся к нашей теме. Да, спасибо, очень приятно. Так, в общем, насчёт ресниц, либо это вообще не прокрашиваемые ресницы с красной помадой, вы даже не представляете, как это красиво смотрится, это смотрится очень классно. И цветные ресницы, здесь что важно, важно сначала прокрашивать ресницы чёрной тушью, а потом прокрашивать цветной, потому что просто, когда мы наносим на наши голые ресницы цветную тушь, это смотрится не так, как мы ожидали. То есть важно сделать какую-то некую подложку, на которую цвет ляжет ярче. Поэтому вот это правило, чтобы ресницы смотрелись классной, трендовой, сначала прокрасить чёрной тушью, а потом сверху цветной, его важно запомнить, и тогда вы точно будете в тренде. На самом деле цветные ресницы вот даже на нашем фото-примере они такие коричневые, коричневые какие-то персиковые, то есть не обязательно сегодня брать зелёную тушь, можно иногда просто какую-то светло-коричневую или ещё какую-то, и вы посмотрите, как это по-другому будет совершенно. То есть вот классный фото-пример того, что здесь какие-то золотые, бронзовые тени, и вот по ощущениям какие-то такие же золотые, бронзовые ресницы. Да, да, да. Да, и смотрится это очень классно, очень классно. Получаются зрачки, темнее ресниц, это прикольный приём очень. Ну, стрелки, стрелки, я не знаю, это примерно как красная помада. Красная помада, да. То есть стрелки любят все на самом деле, все мечтают о стрелках, и стрелки возможны, даже с новейшим пинком. Просто стрелки тоже бывают разные, растушёванные, чёткие, объёмные, графичные. Сейчас какие-то стрелки. Сейчас такие, знаете, не вот такие вот классические стрелки, а стрелки, которые у нас выходят вот буквально вот так вот их рисуют, такие вот кошачьи чёрные глаза. объёмные, большие, чёрные глаза, просто такой же вот линии, как и стрелки. Только эта линия не вот тут, да, где-то, а она вот прямо вот здесь. И они бывают, делают внутри прозрачным, и, в общем, очень по-разному. Можно просто сделать растушёванные стрелки, вы тоже будете в тренде. Я сейчас, что я делаю, что мне безумно нравится, я прокрашиваю только вот эту линию хвостика. И всё, я не рисую по межресничному пространству стрелку. И мне кажется, это так трендово. Классно, то есть прокрашиваю только хвостик стрелки. Всё. И могу ещё, может быть, чуть-чуть во внутреннем уголочке. Но не вот такую внутреннюю стрелку, нет, не такой вот треугольник внутри, а просто чуть-чуть вот здесь сверху, как бы в начале, как будто бы нарисовать эту линию. Всё. То есть, где ресницы, я не рисую линию. Здорово, кстати, надо обязательно попробовать. Это очень классно, и это гораздо проще. Да, естественно. Влажные века, 100% тренд. Между прочим, вот я сейчас летала к Лене уже в Москву, мы работали в Москве, вот буквально недавно, и мы делали этот тренд, мы наносили прозрачный специальный глосс, такой на глаза, это очень красиво смотрится, и очень важно обратить внимание, здесь не только глосс на глазах, он здесь и на губах, и тогда оно красиво привлекается. И желательно, если вы уже делаете какой-то глосс, да, на глазах, то его можно ещё немного вот сюда на скулы нанести, на губы, может быть, как-то очень осторожненько на спинку, носика совсем, чуть-чуть. то есть его важно где-то ещё очень аккуратно продублировать, тогда как будто бы у вас супер натуральный мейк, ну супер вывод прям натуральный и красивый. Вот умылась и пошла. Да, вот до смешного, но мне даже Лена в личку присылала девчонок таких достаточно известных за границей и пишет смотри, какой красивый мейк. Я говорю, это просто вот у них буквально как будто вообще нет тонального крема, но он там есть, просто он очень тонкий. И вот этот вот блеск на глазах, это очень красиво, для тех, кто любит такой вот минимализм, нейчерл, им будет классно. Кстати, вот на смоке можно наносить тоже вот этот глосс, и это вот будет прям вот этот готический стиль, про который мы говорили. Прям супер такой, как вы сказали, гламурный? Готический гламур. Готический гламур, вот это будет прям оно, то есть не просто смоке, а поверхище нанести этот глосс. У меня вот, например, есть два специальных продукта от бренда Кевина Клан, и там есть глосс прозрачный и есть прям черный глосс, который вот уже предназначен для таких целей. Но на смоке можно купить обычный прозрачный блеск и нанести на темные тени и на бездверные тени, и все будет красиво. Современные одинаковые продукты, и есть блески, которые очень быстро растекаются, и вот, конечно, здесь надо быть осторожным. яркие тени, то, о чем я говорила, цвет, яркие тени, это то, что я приводила к примеру, с Леони, я все проговорила после презентации. Это действительно тренд, и классика, это круто, но сейчас все-таки цвет будет в моде, будет в тренде, цветные, даже вот, можно по одежде сказать, цветные, сапоги сейчас становятся все более трендами, да, там, бывают желтые сапоги или еще какие-то, или вот страусины всякие есть такие, трубы, ярких цветов. В общем, цвет сейчас очень актуальный, на него надо обратить внимание. Потом мы вот пропустили макияж без туши. А мы как раз уже про это, да, поговорили заранее. Вот, я все наперед проговорила. Брови, ниточки, вот тоже то, о чем я говорила про Настю Ивлееву. Откройте сейчас ее инстаграм, даже девушка чем-то на нее похожа, прической такой, да, вот эти сережки, кольца. Откройте сейчас инстаграм Насте Ивлеевой, последнее фото, ну, одни из последних фото, и вы увидите вот эти брови, ниточки, которые специально искусственно сделаны, потому что это точно надвигающийся, приближающийся тренд. И вот на этой девушке, обратите внимание, у нее еще вот такой темный контур губ, про который мы говорили. Темный контур губ можно оставить и не заполнять темной помадой, а можно его просто вот так вот оставить, как на этой девушке, и залить тоже глоссом. Это тоже будет тренд. Я даже видела, где брали прям черный карандаш для губ, обводили губы и заливали прозрачным блеском. Это, конечно, необычно очень смотрится, но очень интересно. Но это тоже вот, вот если мы уберем глаза, да, это такой тоже немножко готический стиль. Почему? Да. И так будет в тренде, потому что, ну вот, все там на это показывают. Единственное, в этом макияже вот конкретно, точно я бы убрала глаза. Ну вот, по крайней мере, можно оставить черную обводку глаз, да, вот эти тени сверху убрать и будет намного лучше. Согласна. Прямые брови, ну, собственно, это тренд тоже про лифтинг, макияж, потому что этот тренд от Белли Джи Джи Хадид, как это работает. Когда мы рисуем бровку вниз, мы как бы и все лицо немного вниз себе рисуем, а когда мы, вот, да, смотрите, даже вот если я делаю подтяжку, то у меня и хвостик брови сразу смотрит в сторону. То есть, можно сказать, у меня бровь вот, да, практически прямая. То есть, вот прямая бровь, и вот у девушки очень хорошо прослеживается, это про лифтинг, макияж. То есть, надо хвостик свой стараться в сторону. Вот если посмотреть на мою тёть даже, да, которая сделала себе татуаж бровей, ну, я не знаю, лет пятнадцать назад, и у неё хвостик брови вот так смотрит наверх и в сторону. То есть, в принципе, это тоже уже было, и это тоже уже использовали. То есть, вот эти вот более натуральные брови, вот так, как у меня смотрят вниз, это тоже имеет место быть. Но если мне хочется лифтинга, допустим, вот, пожалуйста, примите брови. Всё. Натуральные брови, да, это как раз про мыло, про саболины, про широкие брови. Сейчас сто процентов мир моды разделится на одних и других, на тех, которые будут носить брови-ниточки, чтобы быть в тренде, и на тех, кто будет всё-таки ценить свои саболины и брови, потому что опять через время брови-ниточки снова станут модными. Естественно. Как когда-то все повыщипывали свои брови, чтобы сделать татуаж, и сейчас все ходят, сводят татуаж, отращивают брови и так далее. Это, знаете, очень удобно. Если, грубо говоря, у вас брови тонкие от природы, делайте ниточки. Если у вас свои брови шикарные, пушистые, ну вот, пожалуйста, вы тоже... конечно, у нас есть выбор, да. Да. В этом вопросе. Так, сияние. Ну, сияние, это, в принципе, про тот же глосс, вот даже на этом фото, глосс на глазах, глосс на гупах, сияющие такие скулы, да, на которые тоже можно было бы нанести глосс. Поэтому это, в принципе, всё про то, что мы уже проговорили. Да, идём дальше. Дрейпинг, да, это тоже достаточно актуальная тема. Сейчас, наверное, всё-таки уже не так, но, что-то, пик дрейпинга был чуть-чуть ранее, но всё-таки дрейпинг очень классная история. Когда не было скульптора, и когда они использовали скульптурирование, лицо делали скульптурным за счёт румян. Почему румяна повсюду? То есть сейчас вот эта зона, да, дрейпинг, то сейчас сюда наносит скульптор, а румяна уже вот сюда. И через время к этому вернулись, и это стало джентом. Ну, как обычно, модоцик личный, да? Вот, и, ну, как бы, это прикольная история для тех, кто готов к этим экспериментам. Особенно интересно это смотрится вот на таких бледно-лицах девочках. То есть, тоже важно понимать, вот она такая буквально немножко морозка, она как будто бы с холода, с какого-то, у неё такая полупрозрачная кожа, вот если посмотреть, у неё вот тут во внутреннем уголочке глаз такие даже буквально серебряные, да, немножко тени, то есть, то есть, вот они как бы всё подчёркивают вот эту природу, губы, у неё такие супернатуральные брови. Прикольный тренд, не всем, наверное, подходящий, но интересный. Классно смотрится, когда ещё этот дрейпинг переходит в глаза, то есть, это вот как-то тукла и дрейпинг, тоже прикольно. Что дальше? Если на что, всё и сразу как на детском рисунке. Аня, можешь, пожалуйста, выключить комиссию? Всё и сразу как на детском рисунке имеет место быть, но, наверное, всё-таки даже не на неделях моды, которые обычные, а всё-таки на кутюрных неделях моды, где эксперименты зашкаливают, творчество уходит за рамой привычного, и вот там они отрываются. Даже фото, которое у нас на презентации, можно понять по этому фото, что это не неделя моды, это кутюрная неделя моды по вот этому сзади, да, такому какому-то подплечнику, я не знаю. Да, то есть, это эксперименты, которые будут хайповать, которые будут привлекать внимание, которые будут делать, ну, скажем так, высокую моду. Да, Маша, спасибо вам огромное. Я еще хотела добавить, что у нас впереди фэллоуин, это такое классное время, когда можно удариться в эксперименты, да, и опробовать на себе вообще любой тренд, не сойдя за городскую сумасшедшую. По-моему, тут любой вариант можно применять, и вполне возможно, что какая-то деталь, да, такого вот макияжа приживется в повседневном образе. Мне кажется, очень интересные, очень необычные тренды, действительно, открывающие большое пространство для творчества, и спасибо вам огромное за ваш рассказ, это было безумно интересно. И вам спасибо большое, я уверена, что вот эти тренды, как вы сказали, они применимы и на ближайший хэллоуин, ну, как минимум, вот как мы сегодня обсуждали, готический гламур, точно. Да, 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 там и Новый год не за горами, все эти блестки, это тоже очень даже здорово.